Девчонки хочу вам показать то что я купила сегодня мы рано утром причем я не спала уже третьи сутки пошли практически не чувствую усталости я не знаю на чем я живу сейчас вот честно потому что я не в одном из самолетов у нас было два перелета это а москва-бангалор нет москва-абудеби-абудеби-бангалор и потом бангалор-путапартин на такси три часа то есть первый самолет у нас был пять или шесть часов второй самолет два с половиной часа и такси три часа я не спала еще был поезд саратов москва я в поезде вообще практически не спала не знаю что-то как-то мне не спалось и я постоянно просыпалась я боялась что я не услышу будильник что вовремя не соберусь еще плюс надо переложить там какие-то вещи из ручной клади какие-то вручную кладь наоборот да и поэтому нужно было сделать четко а так как мы проходим нас практически не было таких вот задержек а в пересадках да у нас заканчивался один самолет мы там что-то делали там переодевались потому что это все-таки со зимы въезжаешь в лето то есть все было технично настолько технично что вот эти вот двое суток они прилетели просто незаметно двое суток самолетных двое суток вот я вам не буду показывать сейчас на это место где мы живем то есть этот номер в котором мы живем потому что ну не хочу шокировать вас повторно мы заселились в прежние номера в которые заселялись и в прошлом году есть здесь и лучше номера хорошие но так как андрей организатор этой поездки считает что таким образом формируется общий духовный фон мы находимся на одном даже этаже а мы собираемся на какие-то собрания там еще что что-то какие-то мероприятия проводятся вот поэтому блин трогаю трогаю она еще будет краснеть у меня поэтому мы живем на одном этаже не важно если у тебя возможность заплатить побольше денег да и жить более комфортных условиях или нет ну таковы кгб таковы условия хочешь езжай хочешь нет но можно конечно воспротивиться но он всячески будет уговаривать что общий фон имеет большое значение вот что мы сегодня сделали мы сегодня с машей поболтали походили по магазинам кое-что прикупили о чем я вам сейчас покажу будем убираться номере за мной это помыть полы во всех во всей одной комнате большой у нее убрать ванны я не люблю вот эти вот мелкие дела там что-то протирать полочки мыть стены то есть отнимаю мне нужно что-то сделать крупное одно пусть я сделаю одно крупное чем я буду по мелочи там что-то вытирать да вообще если честно уборка не бою она в прошлый раз убрала почти всю комнату у меня всю весь наш комната до 2 комната ванная и это не моя уборка я лучше посуду 150 раз помочь мне один раз уберусь вот сходили уже успели позавтракать и поужин вот режим нон-стоп и знаете мне такое странное ощущение вот мы сейчас не шли разговаривали что у меня такое ощущение как будто я отсюда не уезжала странное ощущение как будто ты отсюда как будто вот промежуток между двумя годами ну одним годом получается год назад ездила и вот этим как будто пролетела как одно мгновение и как будто бы не ты уезжала там на целый год обратно до об россию в саратов а как будто бы ты постоянно здесь жила и туда-то уезжала недельки на две и сюда опять ты домой вернулась какой-то вот вот это мои вот мою это мой дом то есть я приехала я даже не знаю как это передать состояние очень странное такое состояние но ты приехал в свой дом какой-то необычный какой-то у меня никогда не было такого если бы я ладно из года в год сюда ездила там на протяжении десяти лет подряд это было бы одно состояние я очень большой скептик то есть мне чтобы в чем-то убедиться мне нужно пощупать потрогать с увидеть своими глазами то есть я так не могу верить голословно не имея никаких там доказательств доказательств меня были в прошлом году я не хочу о них рассказывать это не на широкую аудиторию информация вот поэтому ну как там как то так буду вам показывать здесь свои какие-то перемещения сейчас вам кстати покажу очень классный красивый вид из окна в этот раз мы выбрали другой комплекс жилой здесь немножко даже такие интересные окна слышится песнопение но не так громко вот сегодня даже была за наказывается он в прошлом году был это аллах акбар вот но как-то я что-то не запомнила в прошлом году смотрите какой у нас вид из окна вообще на окнах на всех решетки потому что здесь обезьяны они проникают если проникнут в номер то они что-то украдут что-то раздербанят поэтому решетки на окнах и даже их рекомендуют закрывать чтобы не дай бог они там лапы не просунули что-то там не схватили то есть у них длинные руки они могут забрать вот такой вид вид видок у нас тут битву на дорогу на какую-то недостройку но в целом пальмы то есть а прошлый раз у нас выход был на внутреннюю часть дворика в этот раз вот знаете на индия на вся такая какая-то гористая холмистая причем очень сухая сухой климат и вот вот горы вот что-то вроде вот этих вот непонятных таких засохших участков пальмы птички поют знаете вот я и говорю настолько как-то ты ли мы сюда быстро приехали вот странное ощущение как будто бы я отсюда не уезжала как будто это лето пальмы солнце всегда было со мной необычный очень зиму и лето странная странного тимка даже передать словами я как обычно говорю не могу в человеческий язык вот эти вот мысли формы своим перевести что я купила значит прошлый раз я брала такую же сумку но к сожалению оставил ее дома я не хотела повторно брать другую потому что мне так полностью устраивала по всю одежку подходила по которой я которая сюда в принципе взяла но пришлось мне все-таки взять это знаете такого он голубого даже больше цвета на камеру передается как цвет морской волны как ментоловый решила взять с таким узором потому что в основании вся здесь в голубом цвете одежды такие маленькие сумочки в которых можно входить сама храм в сам мандир потому что нельзя брать большие сумки сумки проверяют нельзя проносить телефоны камеры и так далее но ничего там такого нет не происходит но почему-то нельзя значит жидкое мыло это мы взяли с машкой здесь будем руки мыть может быть там просто мыться им это я мувашку для лица я ничего вообще не фаберличного не брала не гели для душа не шампуни вообще ничего я решила все здесь попробовать именно индийское такое местное это бальзам для волос маленький тюбик если закончится еще докуплю себе шампуньку для волос какой-то увлажняющий обязательно сейчас начну уже сразу три фулупить я если хотите вам покажу потом попозже список но вы не сможете мне дать этот ответ потому что все таки смонтируется видео у меня после приезда я вам дам списочек подборку делал андрей значит нетрадиционные медицинные вот этих аэровидических препаратов что от чего для чего зачем и почему и розовую водичку себе взяла буду пользоваться здесь и вместо тоника очень классно мне понравилось я ее заливаю в такой мелкий пульверизатор маленькую бутылочку и распыляю как в качестве тоника обычно по утрам когда нет косметики никакой на лице когда вы уже свежее очищенное с вечера лицо там умываете а просто сбрызнуть его чтобы увлажнить ну как бы типа что-то вроде термальной водички все начну я свою пить трифлу наконец-таки у меня кстати я чуть-чуть думал что приболею чуть-чуть думала ну думала что приболею но приехал честно у меня не горло не схватило то ли мне помогают витамины те которые я пью то ли не знают по какой причине но прям не сильно просквозило в поезде и думала приеду все по приезду заболею по возможности старалась пить чай с лимоном в самолетах ну вот приехала вроде как бы ничего почти как огурчик да еще вот мы взяли 4 рулон на бумаге знаете почему я показываю потому что она практически на вес золота стоит вот эти вот 4 штуки 180 рублей можете представить себе у нас можно 4 штуки взять за 50 рублей у них за 180 рублей поэтому индусы сами не пользуются туалетной бумагой поэтому не рекомендуют ничего брать с лотков в где-нибудь в таких вот кварталах вообще на улице лучше не стоит брать лучше есть север и в европейской столовой там обрабатывают посуду моют и его по всем там более-менее таким санитарным нормам здесь я смотрю себе шампунь тоже маша купила тоже гималаевские это их местная индийская линейка бальзамчик для волос маленький мне шампучек больше надо я больше собственно говоря и взяла хотим на две недели нафига взяла такую большую бутыль это гель для умывания масло амлы и вот это вот масло это кокосовое смотрите 20 рублей всего лишь стоит я такие маленькие бутылочки тоже много с собой привезу его можно использовать не только в качестве косметического масла но и добавлять в еду потому что на не рафинированное стопроцентное масло холодного отжима это ужас посмотреть какое постельное белье но правда на стоит просто 150 рублей но все-таки деньги во первых необработанные края все эти нитки повылазили наволочка села кто мне говорил василек ругали что я показываю хлопок до какого качества то есть вот за постельное белье вместе простынь две наволочки и вот это вот еще одна простыню все если все вместе с деньгами сложить это будет 280 и 150 на 420 30 сколько там будет вот это просто тихий ужас в прошлом году я покупала нормальные покрывала очень красивыми до сих пор все спрашивают где ты убрала и брали мы за 180 две простыни и наволочку вот это же нормального качества было вот не такого за 180 рублей было не такого качества это за 150 она просто так что учетом что-то пошло не так в этом году с постельным не будет вот такая игра психоделическая какая-то прошлом была романтичная а это какая-то не знаю перемене чего-то наверно причем такое экстремальная перемена я вам еще не показала смотрите купила вот подушку но это кушан для того чтобы сидеть там мандире потому что сидят на полу на кафельном и это к нему такая вот шлака типа наволочки неплохое качество кстати и стоило на 150 торговались мы на 130 они нормально так торгуются но если с ними долго мучиться то что-нибудь обязательно получится вот я и маме отвезу мне она в принципе не нужна еще одна наволочка и одна зачем она мне я ее маме нам я хотела такую подушечку с такой наволочкой чтобы из индии была привезена будет ей такой от меня подарочек подушку здесь оставлю чтобы не вести с собой лишние килограммы там грамма что из граммов состоят килограммы а я ей отвезу красивую такую верхушку